МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. 50 тысяч для воронежцев. Много это или мало? Новый военный мемориал открылся под Острогожском. Путешественник Федор Конюхов открыл в Воронеже выставку своих картин. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Многие издания Далласа были разрушены в понедельник после сильных гроз, обрушившихся на округ в воскресенье, в результате чего тысячи людей остались без электричества. Во время шторма пострадала внешняя часть здания. Кирпичи посыпались на припаркованный поблизости автомобиль. Зоопарк Далласа даже объявил, что он будет закрыт из-за ущерба. В понедельник в США отмечался праздник Дня труда. Индия. В понедельник в Калькутте состоялась церемония, посвященная 25-й годовщине смерти матери Терезы. На кадрах видно, как монахини и молящиеся собираются у гробницы матери Терезы, зажигают свечи, поют и произносят речи. Прошло 25 лет со дня смерти матери, и мать умерла, и все же она жива. Она жива духом, и ее наследие любви продолжается. А чье это наследие? Наследие служения, наследие заботы о тех, у кого никого нет. О бездолинах и работа продолжается, сказал Томас Цузе, архиепископ Калькутте. Считается, что мать Терезы является источником вдохновения для многих людей по всему миру, поскольку она посвятила свою жизнь миллионам нуждающихся. Ее самоотверженность и служение сделали ее символом любви, мира и сострадания. В 1979 году она получила Нобелевскую премию мира. Мать Тереза скончалась 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет и была широко известна как Святая Источной Канавы за ее необычайную любовь и преданность бедным, бездомным и больным людям. Она была причислена к лику святых, папой Франциском в 2016 году. Иран. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани назвал реакцию Ирана на ядерную инициативу Евросоюза конструктивной, ясной и законной на своем еженедельном брифинге для прессов в понедельник. Канани подчеркнул энергетический кризис в Европе, заявив, что если санкции будут сняты, Иран сможет удовлетворить энергетические потребности европейских государств. Он также подчеркнул закрытие вопросов, связанных с гарантиями. Сказав, закрытие вопросов, связанных с гарантиями, в процессе переговоров имеет решающее значение для Исламской республики Иран, чтобы обеспечить устойчивые условия для выполнения возможного дальнейшего соглашения. Он рассказал о визите министра иностранных дел Ирана в Россию по просьбе европейского чиновника, попросив Иран выступить посредником между Украиной и Россией для разрешения украинского кризиса. Пресс-секретарь также подробно рассказал о задержании двух беспилотных американских катеров военно-морским флотом Ирана 2 сентября. Он сказал, что Иран задержал катера, чтобы устранить опасность, которую они представляли для судоходных путей других судов. В конце Канани объявил, что президент Ирана Ибрахим Раиси примет участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Турция. Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушаглу встретился со своей французской коллегой Катрин Колонна в Анкаре, где в понедельник они обсудили ряд вопросов. Чавушаглу почепнул важность реализации украинской зерновой сделки при посредничестве ООН, заявив, на сегодняшний день из Украины вывезено более 2 миллионов тонн украинского зерна. Продолжающаяся спецоперация России на Украине по-прежнему занимала важное место в повестке дня, и министр иностранных дел Турции заявил, должен быть мир, который установит территориальную целостность Украины. Великобритания. Десятки протестующих собрались у здания Королевского суда в Лондоне в понедельник, когда начались пятидневные слушания по вопросу о том, является ли законной депортация консервативным правительством лиц, ищущих убежище в Руанду, также известная как политика Руанды. Протестующие скандировали и держали транспаранты. Депутат от лейбористской партии Джереми Корбин также присутствовал и сказал, что это не отдельная компания от железнодорожников, учителей, государственных служащих, работников здравоохранения или кого-либо еще. Это неотъемлемая часть компании, которую мы все проводим за достойное и справедливое общество, в котором мы хотим жить. Это не будет достигнуто свободной рыночной экономикой, фанатизмом, расизмом и ненавистью. Первый самолет с лицами, ищущими убежище, должен был вылететь в июне прошлого года в рамках сделки, но был остановлен в последнюю минуту судебным запретом Европейского суда по правам человека из-за того, что пассажирам грозит потенциальный вред в случае депортации в Руанду. С тех пор эта политика оставалась спорной, и позже высокий суд вынесет решение относительно ее законности. Франция. Бельгийцы, проживающие недалеко от французской границы, в понедельник поехали в город Мабеж, чтобы заправиться после того, как цены на газ во Франции были снижены благодаря государственной помощи. На полном баке я экономлю от 15 до 20 евро. Это действительно того стоит. Что касается бакалеи, то многие бельгийцы приезжают во Францию за теми же продуктами. Во Франции это почти в два раза дешевле, объяснил Джереми, житель Бельгии. С четверга французское правительство предоставило скидку в размере 30 центов на все виды топлива, чтобы бороться со снижением покупательской способности, что привело к массовому желанию жителей соседних стран заправиться на французских автозаправочных станциях, расположенных вблизи пограничных переходов с Бельгией, Германией и Швейцарией. Германия. Тысячи сторонников немецкой левой партии Делинки приняли участие в митинге под названием «Протест в понедельник» против резкого роста счетов за электричество и газ в Лейпциге. Можно увидеть, как люди собираются на городской площади «Аугустоплац» с плакатами и транспарантами. «Мы должны выйти на улицы и, по крайней мере, смягчить это бедствие путем энергетического протеста, и мы должны выйти на улицы, чтобы потребовать, чтобы те, кто зарабатывает на этом больше всего, заплатили за кризис», — сказал один из выступавших. Сообщается, что аналогичная акция протеста прошла в Берлине в понедельник под тем же лозунгом «Хватит, протестуйте, не замерзайте». На прошлой неделе правительство Германии представило пакет помощи в размере 65 миллиардов евро для предприятий страны, а также для домашних хозяйств. Запланированные меры были подвергнуты резкой критике со стороны оппозиции и названы недостаточными. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, быстрые меры направлены на подготовку к предстоящему холодному сезону и гарантируют, что Германия переживет эту зиму. Сербия. Премьер-министр Сербии Анна Брнабич сегодня находилась с однодневным визитом в северной Митровице, районе в Косово. На прием собралось большое количество граждан со всего региона. В Косовской Митровице Брнабич посетила первый мультимедийный центр на севере Косово и Метохи и духовную академию, после чего посетила Байинский монастырь в муниципалитете Звичан. Во время обращения к толпе, собравшейся у мультимедийного центра в Косовском Митровице и отвечая на вопросы журналиста, Брнабич сказала, что чувствует себя на своей собственной земле на севере Косово. Это был ее первый визит в провинцию с 2017 года, когда она впервые была избрана премьер-министром. Мероприятие сопровождалось усиленным полицейским аппаратом, в том числе группой К-9 по борьбе с саботажем в муниципалитетах на севере Косово. В течение всего визита граждане несли плакаты с надписью «Добро пожаловать на святую сербскую землю» в Косово и Метохию. Новости ближнего зарубежья. Украина. Съемочная группа «Арти» в воскресенье попала под обстрел в районе Васильевки в Запорожской области. На кадрах можно увидеть, как несколько журналистов под звуки обстрела убегают в укрытие. По словам корреспондента «Арти» Алексея Репина, вооруженные силы Украины засекли с воздуха съемочную группу. Сейчас мы находимся фактически на линии соприкосновения, наверное, максимально близко к вооруженным силам Украины, недалеко от лесеного пункта Васильевка. С воздуха наш автомобиль недели прекрасно. Засекли и открыли огонь. Успели спуститься в подвал разрушенного дома. Вот переждаем, ждем, что здесь будет – артиллерийский обстрел или работа с коптером. Минут 20-30 придется подождать. Сказал Алексей Репин. По информации ОРТИ, никто не пострадал. Журналисты покинули линию соприкосновения. Официальных комментариев с украинской и российской сторон пока не было. Новости России. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в рамках рабочей поездки в Камчатский край заявил, что сокращение поставок газа из Российской Федерации – не лучший вариант решения проблем с экологией. Получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что придавалось анафеме, включая угольную генерацию – это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимаются именно подобным образом, отметил глава государства. Путин также выразил уверенность, что международное сотрудничество в сфере экологии и сохранения климата востребовано и будет возрождаться и осуществляться. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в Москве перед началом переговоров с главой МИД Таджикистана Серджидином Мухридином выразил надежду, что организаторов и исполнителей теракта у российского посольства в Кабуле найдут в ближайшее время. «Будем надеяться на то, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время», – заявил глава российского МИД. По словам Лаврова, в результате взрыва погибли двое сотрудников ДИП-миссии. Неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел нашего посольства, сообщил министр. Лавров добавил, что посольство России в Кабуле усилило охрану. «Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности служб разведки и контрразведки Афганистана», – сказал дипломат. В свою очередь, представитель руководства движения «Талибан», запрещенная в России террористическая организация, глава МИД Афганистана Амирхан Муттаки, во время телефонного разговора с Сергеем Лавровым заявил, что будут приняты необходимые меры по расследованию этого преступления. Московский городской суд признал виновным в уголовном деле по статье о государственной измене бывшего советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова и приговорил к 22 годам колонии строгого режима в понедельник. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Сафронову в качестве окончательного наказания в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей с ограничением свободы на срок 2 года, зачитал приговор судья. Услышав решение суда, Сафронов обратился к пришедшим на заседание знакомым и друзьям со словами «Я вас люблю». В свою очередь адвокат Сафронова Даниил Никифоров сообщил, что сторона защиты может обжаловать приговор уже сегодня. Ивана Сафронова задержали по делу о государственной измене 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд арестовал бывшего корреспондента газеты «Коммерсант» и «Ведомости» до 6 сентября. По информации ФСБ, Сафронов передавал сведения, представляющие государственную тайну спецслужбам одной из стран НАТО. В Кемерово нейрохирурги Кузбасской областной детской клинической больницы провели операцию по исправлению формы черепа полуторагодовалого мальчика Захара. Съемочная группа встретилась с семьей Позняковых в пятницу 19 августа и узнала подробности ситуации. По словам мамы Захара, она заметила, что форма головы ребенка не такая, как у других детей. И почему-то задняя часть головы не расширяется и не растет, как положено у других малышей. Врач-нейрохирург Кузбасской областной детской клинической больницы Александр Селиверстов рассказал, что у ребенка обнаружили деформацию черепа в связи с преждевременным зарастанием шва, соединяющего теменные кости, из-за чего голова сужается в области темени и висков и приобретает форму ладьи. В ходе обследования был диагностирован изолированный крайнеостероз сагитального шва, и ребенок, собственно говоря, поступил на оперативное лечение, рассказал Селиверстов. Познякова отметила, что решиться на операцию было непросто. Но на приеме у Селиверстова женщина сразу почувствовала, что может доверить этому врачу жизнь ребенка. 25 июля мы легли в больницу и 28 июля нам уже сделали чудо. Сотворили чудо с нашей головой, вспомнила Александра. 28 июля 2022 года в КОДКБ малышу провели хирургическую коррекцию черепа, краниотомию, которая вернула Захару нормальную окружность головы. По словам специалистов, в больнице подобная операция дает не только эстетический эффект, но и предотвращает проблемы с расстройством зрения, синдромом повышенного внутричерепного давления, трудным усвоением информации и целый ряд неврологических проблем. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявлено 1267 новых случаев коронавируса. 73 человека госпитализировано. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России и мире в нашем обзоре. По данным Всероссийского штаба, 6 сентября в России выявлено 38 500 новых случаев коронавируса. Умерло 95 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 384 882 летальных исхода. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области 1267 новых заражений коронавирусом. В Липецкой 310. В Курской 497. В Белгородской 459. В Тамбовской 165. По данным сайта StopCoronavirus.RF, за последние сутки в Воронежской области скончавшихся от коронавируса не было. В Москве умерло 32 человека. В Санкт-Петербурге 21. В Самарской области 3. В Алтайском крае 2. За прошедшие сутки в мире выявлено 352 тысячи новых случаев коронавируса. Из них в Японии 105 тысяч, в Германии 49 тысяч. Умерло 1069 человек. За все время пандемии в мире выявлено 610 миллионов 854 тысячи случаев коронавируса. Умерло 6 миллионов 505 тысяч человек. По мнению главы области Александра Гусева, 50 тысяч рублей для воронежцев будет вполне достаточно. На какую зарплату рассчитывают жители региона и что им предлагают работодатели? Тему продолжит Галина Жукова. По оценке губернатора Воронежской области, для безбедного существования воронежцам достаточно получать зарплату в 50 тысяч рублей. Согласны ли с этим жители региона и много ли из них получают полтинник? С такими вопросами мы обратились к воронежцам. 50 тысяч мало кто получает даже в Воронеже. Ну не знаю, ну максимум, ну вот кого я знаю, ну 30 там, 50 не получают. 23 900 оклад. Ну поскольку я находилась в декрете и вышла на работу, поэтому меня устраивают на данный момент зарплаты. Между тем люди признают, для того, чтобы себе ни в чем не отказывать, и 50 тысяч будет недостаточно. Для того, чтобы, как правило, жить и не тужить, мне кажется, 60 тысяч рублей было по порядке вещей. То есть даже вот 50 мало будет? Даже 50 будет мало. Если это взять, к примеру, меня и ребенка двоих, не считая супруга. К примеру, нам двоим 60 тысяч, я думаю, было бы достаточно. У каждого свои собственные предпочтения. Какие-то кредиты, какие-то, может быть, запросы. Кому-то хватает, там, на двадцатки в месяц, вот. Кому-то 100 тысяч мало. Еще два года назад Сергей получал 120 тысяч в месяц, будучи топ-менеджером в крупной компании. Но с приходом коронавируса в возрасте. С 44-х лет он стал безработным. Да и работодатели отца двоих детей, а в прошлом. Высокооплачиваемого специалиста брать на работу не спешат, приводя откровенные аргументы. Старый, избыточная квалификация, вам будет скучно, нам нужно помоложе. Понимаете, если нет возможности даже пройти предварительное собеседование, то о какой зарплате можно говорить. Поиски работы затруднительны и для выпускников вузов. То, что Воронеж является студенческим городом, имеет и обратную сторону медали. И здесь уже причиной отказа работодателям может служить отсутствие опыта у новоиспеченного специалиста. Нужно очень серьезно поддерживать молодежь, потому что молодежи труднее всего находить работу на рынке труда. И там для них самые низкооплачиваемые должности предлагают. Ну, в связи с тем, что у них нет стажа, нет опыта. Сегодня в среднем работодатели регионно предлагают зарплату от 40 до 45 тысяч. Причем самые высокооплачиваемые вакансии по-прежнему у IT-специалистов. Казалось, что предлагают зарплату несколько выше, чем есть ожидания воронежца. В среднем предлагают где-то 45 тысяч, даже 45-300, а воронежца ожидают 40 с небольшим. То есть мы здесь видим даже, что предложение зарплат несколько выше, чем ожидания воронежца. Ну, опять-таки, это все зависит от того, в какой сфере и на какой должности мы будем смотреть эту зарплату. Самые высокие зарплаты – это IT. Они предлагают достаточно высокие зарплаты в сельском хозяйстве, как ни странно. Но в основном там требуются очень высококлассные специалисты. Таких специалистов выпускает и Воронежский государственный агроуниверситет. Все зависит, конечно, от предприятия, от его масштабов, от техники и специализации в самом сельском хозяйстве. Животноводство, растеневодство – тоже свои специфики всякие имеются. Но, в принципе, в сельском хозяйстве по зарплате перспективы есть. Между тем, по уровню зарплаты Воронежская область занимает всего лишь 49-е место среди российских регионов, где в среднем воронежцы получают 47 тысяч рублей. Я думаю, что большинство воронежцев скажут, что они это не получают и будут правы. Потому что есть серьезный разрыв между средней зарплатой, которая считается для начисления пособий, для каких-то там программ, может быть, роста, может быть, еще чего-то. А есть медианная зарплата. Медианная зарплата – это примерно та черта. Меньше половины воронежцев получают меньше этой черты, а другая половина больше этой черты. Другими словами, кто-то позволяет себе мясо, а кто-то только капусту. А вместе мы едим глупцы. То есть, средняя медианная зарплата – это 34 тысячи, по последним данным. А самая часто предлагаемая зарплата – это 30 тысяч. Ну, вы видите сами разрывы. Это не в 2 тысячи, 3 тысячи, а 10 и даже 17 тысяч между той, которая считается средней. А по факту многие воронежцы получают и того меньше. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Стало известно, сколько мусора было вывезено в областном центре в прошлом году. Отчет о работе городских коммунальных предприятий опубликовал Воронежстат. По данным статистиков, общая площадь городских территорий, убираемых механизированным способом, составляет почти 30 миллионов квадратных метров. В системе благоустройства работало 960 специализированных автомобилей для уборки и вывоза мусора. В 2021 году в Воронеже было вывезено более 3 миллионов 700 тысяч кубометров бытового мусора и почти 380 тысяч тонн снега. Снабжение горожан водой осуществлялось с помощью 58 водопроводов общей длиной 1144 километра. По ним потребители получали 240 тысяч кубометров воды каждый день. А для водоотведения использовались 26 канализационных систем протяженностью 513 километров. На конец прошлого года в Воронеже насчитывалось 388 котельных. Они производили более 6000 гигикалорий в час. От общей площади земель в городской чертье, которая составляет 60 тысяч гектаров, более 38% занимают зеленые насаждения. В Острогожском районе открыли новый мемориал, посвященный жертвам концлагеря «Дулак-191». В нем находились военнопленные, строившие железную дорогу, которая должна была связать Острогожск и станцию Евдокова. Ее хотели построить для переброски военных сил Германии к Сталинграду и Кавказу. Поисковики рядом с бывшим кирпичным заводом нашли останки более 700 военнопленных, жертв фашистского режима. Среди них 46 подростков и 7 детей. В день торжественного открытия мемориала прошло перезахоронение панихида по погибшим в концентрационном лагере «Дулак-191». Он действовал в 1942-1943 годах. Был крупнейшим транзитным лагерем военнопленных в регионе. В нем находилось постоянно 5000 человек. Ежедневно умирали 60. Каждый день поступало новых 800 человек. Люди, находившиеся в этом лагере, жили в нечеловеческих условиях, на холоде. Им не давали есть и спать. И смерть, наверное, была облегчением их участи. За 200 дней существования конституционного лагеря было уничтожено 8000 военнопленных. Не просто расстреляны, а уничтожали их на строительстве железной дороги, которая в народе называлась дорогой крови или Берлинка. И в этих работах, и в этих лагерях были задействованы беженцы, которые бежали от наступающих немцев, желая укрыться в глубинке России. Нет срока давности на преступления, совершенные фашистским режимом, против мирного населения Советского Союза. Это историческая память потомков, переживших то страшное время. Вся Европа – это цвет учености, цвет исторической науки. Традиции тогда были еще очень сильны. И такой культурный народ, как Германия, позволил себе превратиться за считанные годы у людей с людоедской психологией, которые проявили эту психологию на практике. Здесь у нас, в частности, на Воронежской земле, не считая наш славян за людей, и все мы подлежали уничтожению. На территории Воронежской области семь европейских государств ввели военные действия против большевизма. Разрушение от фашистского нашествия подверглось множеству крупных городов. После их строили заново, были утрачены культурные ценности. Героическая Острогорская земля, операция Острогорско-Рассашанская, вошла в военную историю, как Сталинград на Верхнем Дону. 86 тысяч только одних пленных в ходе двухнедельного наступления советских войск на этой земле. В ходе вахты памяти в 2021 году были найдены останки 1200 человек на территории Острогорска. За всё время существования лагеря через него прошли 80 тысяч пленок. Теперь здесь установлен мемориал с женщиной, ребёнком, стариком и военнопленным. Все они сидят за решёткой. Теперь на этом месте будет сквер. Олеся Олесёк, Дмитрий Хлебный. При поддержке пресс-службы правительства области. 41 канал. В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области открыли горячую линию по вопросам школьного питания. Жалобы принимаются до 16 сентября. По бесплатному телефону 8 800 700 52 05 можно обращаться в рабочие дни с 10 до 17 часов. Перерыв с 13 до 13.45. Специалисты Роспотребнадзора расскажут, какие продукты разрешены к реализации в школьных столовах, дадут консультации по принципам здорового питания, помогут с организацией родительского контроля за питанием школьников. Также по этим вопросам можно обращаться в территориальные органы управления. Фёдор Конюхов приехал в Воронеж, чтобы открыть свою выставку «Картин путешествия длиною в жизнь». О собрании уникальных картин и о известном путешественнике, художнике и писателе в репортаже Марии Макеевой. Фёдор Конюхов – путешественник, профессиональный художник, член Союзов художников СССР. Московского Союза художников. Автор более 3000 картин, участник российских и международных выставок. Имя Фёдора Конюхова знают во всём мире. Он совершил 53 экспедиции в самые опасные и неизведанные точки земного шара, 10 из которых в одиночку. 17 раз пересёк Атлантику, побывал на всех семи вершинах мира, установил мировой рекорд в пересечении Атлантического океана на весельной лодке всего за 146 суток. А также мало кому известно, что Фёдор ещё и священник. Спасибо вам, что вы пришли на выставку. Спасибо, что вы хотите посмотреть мое творчество. Это, конечно, зависит как раз от галерейщика Юрия Рязанова. Михаил здесь представляет. Они отбирали к вам эти работы. Они меня взяли, отобрали. 120 работ сюда привезли. 51, да? 51. Позвонили, сказали, что в двери не влазят, то ещё что-то. Но я так посмотрел, Михаил молодец, потрудился хорошо. Они показали, видите, можно было там какую-то одну серию, там горы или море, или там портреты. Но это, они молодцы, что отобсюду. Я очень спасибо вам, что вы взяли портрет мамы моей. Это я написал ещё в 75-м году. Выставка Фёдора открылась в Воронежском областном музее имени Крамского. Самый известный русский путешественник рисует с детства. Но выбирая между художественным училищем и мореходкой, остановился на последнем. Позже он всё же получил диплом живописца. Представленная экспозиция охватывает десятилетия путешествий по всему миру. От ранних работ, написанных в 70-е и 80-е годы, до картин, созданных уже в этом веке. Я человек любопытный, любознательный, патриот. Потом, когда ко мне приходят молодые люди и спрашивают, мы хотим стать таким же, как ты, там, Фёдор Филиппович или отец Фёдора, просто Фёдор. Я говорю, а как вы готовитесь к той или иной экспедиции, мы хотим там подняться. Я всегда им говорю, что нужно, прежде чем, как сказано, Писание и Святое сказали, что если ты находишься телом, не находишься духом, то себе бесполезное. Надо готовиться духовно, морально, физически и материально. Фёдор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний. Он первый россиянин, покоривший многие вершины мира, включая Эльбрус, Эверест, вулкан Килиманджаро, а также в одиночку побывал на Южном и Северном полюсах. Первым совершил кругосветный полет на воздушном шаре. Он является автором около трех тысяч картин, большинство из которых находится в частных коллекциях. Например, у Билла Клинтона. А теперь познакомиться с великолепными картинами Фёдора могут жители и нашего города. Воронеж – это город искусства, город художников, город… Я люблю Воронеж, у меня здесь и брат, младший живёт и сестра, старший живёт здесь и племянники. Город красивый и мне очень нравится, как он преображается. Знаете, вот мы сегодня посмотрели, даже мы остановились в гостинице, очень интересной, хорошей гостинице становились. Так что спасибо вам. Для меня честь, и как раз, и тем более музей Крамского. Это, знаете, так многому обязываете. Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций, а также в результате посещения 180 стран мира, легли в основу работ Фёдора Конюхова. Живописных полотен, графических листов, литографий. В них художник стремился создать гармоничный образ единения человека и природы. Мария Макеева, Сергей Трифонов, 41 канал. В Коминтерновском районе отец мальчика-первоклассника погасил крупный долг по алиментам к 1 сентября. Это произошло после вмешательства судебных приставов. Воронежец задолжал на содержание своего семилетнего сына более 600 тысяч рублей. Решением суда он был обязан выплачивать каждый месяц 25% от своего дохода. Однако оплату производил периодически, частями и таким образом накопил большой долг. Судебный пристав направил в банки постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, и запретил ему выезжать из страны. Сразу после принятия этих мер мужчина погасил долг и пообещал текущие алиментные выплаты осуществлять регулярно. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41-го канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok